Девушки отдыхают Меня зовут Людмила Сидорова. Я вам звонила уже года два назад, тоже говорила про баптистов, то, что мой муж баптист. Вот, вера ко мне пришла года три назад, вот, как получилось так, что я очень хотела найти истину, потому что я вышла замуж за баптистов, и я не могла понять, где истина именно или в православии, или у баптистов. А вы где живете? Я живу в городе Казани. А, в Казани, это в России. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Я не против этого. Ну все, пожалуйста. Если вы заходили, я должен поискать, это ролик должен быть. И вот, я начала молить Бога, чтобы Он мне дал ответ, где именно истинное православие или баптисты. И как-то один раз я зашла именно в контакт, и ко мне вот именно друзья постучались с Игнатий Лапкин, именно вы. Вот. И мне именно хотелось найти таких православных, которые ходят как именно баптисты, то есть вот в плотке, в длинных юбках, то есть соблюдают строго посты и так далее и тому подобное, читают, изучают Библию. И вот получилось именно так, что вы постучались ко мне в друзья, и тогда я познакомилась с вами, познакомилась с вашей деревней, познакомилась с вашими людьми, то есть узнала то, что есть такие люди. Вот. И тогда я начала тоже молиться каждый день, то есть у меня было все это такое. Я сейчас, конечно, волнуюсь немножко. Вот. Ну, он вроде бы все принимал это, спокойно к этому относился. У него веры такой не было, строгой. Вот. То есть он меня и выпивал, и курил, то есть не считал себя баптистом. Вот. Но я была одна. Я приняла крещение 12 июля 2015 года. То есть полное погружение у меня было. То есть я нашла батюшку, который меня крестил, полное погружение. Вот. Слава тебе, Господи. Но после этого у меня начались искушения. Начались искушения. Мне начали сниться сны. Я не знаю. Мне стало страшно одной. Я не знаю, как это у меня все получилось. Я упала духом. Не знаю. Мне стало тяжело жить, потому что бороться со своими грехами стало очень тяжело. Вы доверьтесь Богу. Понимаете, вот тяжело. А вот давайте мы посмотрим так. Мы уже забрали, а у ней дома пятеро-семеро ребятишек. И дома ей не дают. Она или на заводе, или где наша мама вот так была. И мы слова этого никогда не слышали. Там плохо или чего-то. Она работала, к примеру, по 18 часов в день. Мы ее и не видели. Она на ворохе пшеницы там упадет сколько? Там полтора часа. Теперь 12 коров доить идет. И три раза в день. Вручную и все. А потом еще отец-то инвалид без руки. И бабка такая. Всегда мать молилась. Молилась. Господь все это разбегает. Говорит, а как могла выдержать? Говорит, как работа? Работа. Надо себя так занять, чтобы... Молитва и работа. Что муж есть, нету, это никакой разницы нет. Каждый день 150 тысяч умирает. Что жена должна идти замужем. Не должна. Нигде не написано, что идти за еретиком. Он в яре спал, и ты должна за ним идти ватыть, и оба в яму упадут. Я ему объясняю, если ты не идешь правильно, почему я должна за тобой идти? И почему? Кафедра им потеряна. В нашей церкви то, что деньги, сбор денег идет. Он меня заставил в воскресенье сходить на собрание. То есть он силой меня заставил пойти на это собрание. И они, видимо, специально знают, что я там буду. И вот специально так собрание подготовили, что там православие такое-то, то, что вот у нас патриарх Кирилл вот такой-то, такой-то. То есть такое идет сравнение прям. Я не знаю, как вот это делать. Вы спокойно, пока подождите, я вам расскажу. Патриарх, он законный. Такой, не такой, он за себя ответит. Но вы-то не церковь. Вы сектанты, еретики. Как ты не красуешься, ты не Христов. Кому церковь не мать, тому Бог не отец, Киприан Карпагенский говорит. Вы когда появились, просто давайте рассудим. И специально готовиться не будем. Ну, первый баптист в 1609 году, Джон Смит. 17 век. Но так-то никто не верил, как вы, что я теперь сам себя руки положил, вот так в воду зашел, я себя крестил. А теперь опять руки положил, я при себе ветер. Ну, это детская игра. Им говорить-то нечего, их и слушать не надо в этом вопросе. Что они не пьют, не курят, поют хорошо. Это и не церковь. Церковь не из этого делается. Там, где нет епископа, нет церкви, нет священства. Они не могут совершить таинство, у них нет литургии, нет причащения, у них ничего нету. Они Библию взяли. А кто вам Библию дал? Православные ее сохранили, составили канон. Евангелий было не 4, а 20. 20. И церковь отобрала, которые фальшивые, которые настоящие. Кто перевел на русский язык? Православная церковь в 1876 году. Вы все готово взяли. Муж это как звать? Владимир. Владимир, скажи. Ты знаешь, кто такой Владимир был? Князь. Ты имя-то носишь-то православное, не баптистское. Если баптистское, ты бы там сейчас какой-нибудь джафарез или кто-то. Они американские. Оттуда все идет-то это. Они с двойным стандартом. Здесь у нас в армии идите служите. Нельзя, а в Америке служат. Интересно так. Если нет, то как свидетели Иегова, они нигде. Они твердо стоят. Они хуже еретиков еще, но они твердые. А это нет, они хитрят. Начинают деньги и что-то. У них все время ходят с тарелкой в баптистопе. Отлично знаю. Прекрасно. Адвентисты собирают десятину. Ну а как без денег-то? Это и так понятно. Это они не об этом должны говорить. Что мы в церкви. Ты скажи, вы слышали, такой есть Василий Великий. Они понятия не имеют. А кто такой Игнатий Богоносец? Это младенец, которого Христос брал на руки. Таковых есть Царство Небесное. А он стал епископом Антиохии. Первый епископ. Его бросили львам, в Рим увезли. Он мученик. И он прямо говорит, где нет епископа, нет церкви. Это ученики Христова. Никаких между ними еще прокладок нет. Первый век, второй век. Без епископа никогда не было. Вне церкви нет спасения. И поэтому зачем я буду слушать? Скажет, вы хорошие, баптистов сколько разных названий? От них адвентистов сколько? Ведь все по-разному. А у нас одно толкование. Да. Я не знаю сейчас, как поступать. Да, молитва-то. Но я боюсь даже молиться, потому что если он услышит, то он все мои иконы просто выкинет. Ну пускай выкинет. Не об этом заботьтесь. Вы будьте веселые и радостные. Вот сейчас умойтесь после этого написано. Помашь голову твою маслом. Ну то есть не старайся. Печали никакой нету. Что сделает он делает? Он делает, не ты делаешь. Если знаешь, что на иконы покушаются, собери их куда-то, унеси, спрячь. Кому-то отдай. Сама молись. Ни в чем его не раздражай. Он тебя будет таскать. Скажи, я туда не пойду. Зачем я пойду к еретикам? Щетко скажи, вы еретики, мне идти туда никак нельзя. Вы не церковь. И больше ничего не говори. Одно и то же повторяй ему, и все. А он будет бить тебя. Все раны твои Бог сосчитает. Этого не бойся. Чеченцы вон как они головы режут. И люди же живут. Всегда будь веселая, прибранная. Молись Богу. Его нету, опять на молитву. Благословляй Бога, будь радостной. Сейчас душа такая спокойная. Я верю, что Бог все это решит. И как-то это все решится. Я верю, что Бог решит это все. Надо довериться. Притом так. Мы молимся, говорим, да будет воля твоя. Мы не знаем, как лучше, с мужем или без мужа. Были бы дети или не было. Вот молодые, они его пригласили, апостола Фому. В Индии он был. Это житя святых, говорит-то. А он на них посмотрел и видит, что у них дети будут больные и очень злые. Он сразу им сказал. Апостол, ему Бог открыл-то. И далее, как развивается история. Надо довериться Богу. Если откровения открытого нет, надо держаться за то, что открыто. Открыто написано, согласовано. Будем молиться вместе. Вас звать-то как? Людмила. 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 Мы будем молиться. Прямо сейчас. Мы как поговорим, у нас такое, три святоя считаем и сто поклонов. Мы всегда одинаково. Ну, у нас уже семь раз в день должны молиться. На работе не всегда удается. А когда вот на пенсии, тут легче выполнить это. Или вы дома когда? У меня такая же есть одна звонит. Она в Германии сейчас. А муж сириец. Он сириец, он мусульманин. Ну и какая обстановка? Ой-ой-ой, не выскажешь. Все веселое, радостное, благословляет Бога. Детей не отдает. Она хотела в Россию выехать. Нет. То есть она крепко держится там. А это вы в Казани находитесь. Тут страна своя. Он же тебя в Африку не тащит. Просто видно, не подавай, что тебе тяжело. Сатана будет тебе туда и бить. Ага, ты боишься пойти к баптистам, а тебе будет это. А ты будь спокойный, скажи. Скажи, есть заповедь. Не знайся с теоретиком. Я тебе сказал, а вы не церковь. Открывая, читай послание к Титу. Он говорит, теоретика после первого и второго вразумления. Отвращайся. Ибо он грешит, будучи самоосужден. Он сам себя осудил. С ним разговаривать не надо. Только молитва может пробить, куда росток даст свои корешки. А так нет. Они упорные, упрямые, страшные. Ему показываешь, а он как будто не слышит. Я ему показываю место, писание, давай читать. Нет, мы спасенные, верующие в Сына Божия, иметь жизнь вечную. Я говорю, да, многие потерпели кораблекрушение. Они писание совсем не знают. Он Библию держит в руках на одном месте, толкётся всю жизнь. А рядом второй стих, он его не видит. Не делай никакого изображения. Он покажет исход, 20 глава. А в исходе 25, говорится, сделай изображение. Я спрашиваю, в какой храм Христос приходил? Ну, в какой? Соломонов. Ну, Соломонов разрушен был давно. Они не знают Писание. А как он был, этот храм? Иконы были? Какие иконы? Ну, сначала скажи, были ли не было? Да не было. Я говорю, ладно. А Христос этот храм признал? Признал, говорит, дом мой дом, молитва наречётся. А вы, вы, служители, сделали вертепом разбойников. Но это мой дом. Хоть там и разбойники, но дом-то мой. А этот дом весь в иконах был. От пола до потолка, снутри и снаружи. Из Икиля, 41 глава, 17 стих. Когда на это поставишь... Ну, это в Ветхом Завете было, нет, ошибаешься. Это мой дом. Христос всегда тот же. Дух Святой сошёл в день Пятидесятницы. Деяние 2 глава. А в 3 написано, Пётр и Иоанн шли в храм в час молитвы 9. Апостолы шли после досташествия Духа Святого. Зачем? Если это капище идольское, если иконы идолы, зачем они шли? Идолам поклоняться. То есть они не знают Писание, они богохульники. Писание совсем не знают. Они должны так Писание понимать, чтобы ни одно место не противоречило другому. Там не написано кланяться. Но это другое дело. Но иконы это не идолы. А вы их ждёте, я выброшу то другое. Тебя бы убили сразу в Израиле. И ученики Христова, они не богохульствовали, они шли и молились. А ты в храм не идёшь, не молишься. А ученики шли в храм. Почему ты в храм-то не идёшь? У баптистов нет храма. У них молительные дома. Молительные дома – это синагоги. А дом молитвы, он один был, один на весь земной шар. А сегодня, где литургия совершается, есть престол, антиминс, там дом молитвы. Это храм Господень. А патриарх что, он благословенный, не так поступает, ну не так, Бог силен, очистит, не так. Он рукоположенный, епископ, и не мне это судить. Если не так где-то, я ему напишу, скажу. Я всем патриархам писал, что вот не занимаетесь, нет проповеди, Библии не издают. Они сейчас издают по благословению патриархам. Мы получаем уже несколько десятков тысяч евангелий. Бесплатно. Только за пересылку там берут и всё. Крупным шрифтом написано. Были бы рядом, мы бы дали. И нас каждое воскресенье ходят. Я вам кончим говорить, я скину ресурсы все наши. Ещё возобновить. Грамма не беспокойтесь, это ваш крест. А если я вот не знаю, говорю, допечали, значит, ты не с радостью его несёшь. Это Богу не угодно. Тебя закуёт он в сети, в сепи, будет бить, там топить в воде. Ты благодари Бога, Господи, отмучилась я, иду к тебе, прости меня. Всегда будьте в платочке, чтобы он увидел так. Надень платочек и никогда не снимай. Никогда. Без платка, тем более на улицу. Грудь закрой, чтобы подбородка вот так вот была закрыта, чтобы так не была открыта. Пап, смотри, как у нас, видели, как у нас открыты, закрыты девочки, женщины. Детская, идёт где-то там занятие с детьми. Один раз услышала всё, как мужчина. Не брейся, он бреется. Бреется. Скажи, зачем бреешься? По стихиям мира. Христос не брился, апостолы не брились. Мужчине Бог дал этот знак власти над женщиной. Нашёл, скажи, над кем. Господь-то тебя возьмёт в оборот там. Ангел тебя мечом проткнёт и всё. На первом повороте авария. Это была такая одна Анастасия, ну, Настя. И она приходила, в ней был священник, знакомый, Христосгон звать. Он сидел в тюрьме. Его уже приговорили к смерти. Она приходила и говорила, говорит, муж мой, говорит, так себя, меня тянет к себе, там, к своим баптистам. Вот они баптисты были, а язычники. И вот он там бьёт меня, и деньги мои заблокировал, я не могу взять. Она была знатная, такая важная. А он говорит, ничего, молись, благодари Бога, придёт время, Бог всё устроит. Он поехал в командировку, была буря, он утонул. Ей счета всё разблокировали, она стала ходить в заключённом, давать деньги, кое-кого освобождать. И написано, она, Анастасия... Чё-то тут шумит. У Анастасия узорешительница, то есть узор разрешала. Вот и всё. А потом она сама пойдёт таким же путём, путём скорби и печали. Написано в Библии, говорит, желающие жить, все, жить благочестиво, будут гонимы. Господь, говорит, меня гнали, будут гнать вас. Так что ты радуйся, что путь твой похож на Христов. Приведи себя в порядок, посты все соблюдай. Ну, вот у нас, я начальник детского лагеря 45 лет, нынче вот 46-й, так я теперь по-другому у нас. И мы никогда ни одного разу пост не нарушили. И это не трудно. Это меню меняется, только совсем не пить не есть. Вот это полный пост. А то ты можешь по благословению со священником. Объяви пост, дня два в рот не бери ничего. И ты увидишь, как враг попятится. Постом и молитвой. Никогда ему не показывай, что тебе больно. Он будет тебя в то место толкать. Обязательно. Вот так. Спасибо большое. Слава Иисусу Христу. Говори не спасибо, а спаси Христос. Спасибо Христос. Вот. А спасибо – это безбожники. Смысла никакого нет. А так мы желаем спасения друг другу. Они сектанты совершенно не знают Писания. Какой вопрос? Не задам. Не знают. А сколько лет верующий? Да я у Баптистов и родился в семье. Уже 60 лет и ничего не знают. Они не знают Слова Божия. Только так. Которые там есть, которые проповедуют, они считают. А объяснить? Вот ты спаси, за тебя Христос умер. Это все правильно они говорят. Ну а дальше-то? Куда вы дели это все? Стоят в галстуках, а это как масоны. Ну посмотри на их. Такие они бритые, сытые, с подбородками стоят. Что там? Не видно, что ли? Они не спастились. Они ему говорят. Ну скажи, пусть ему и говорят. А ты за него молись. Бог им может открыть. Что гонение, это первые христиане, все были гонимы. Убивали, казнили подряд детей всех. Если на собрание не соглашаться идти, да? Как говорите? Если на собрание... Ну не ходи, один раз сходила, скажи, я заходила, видела, больше не ходите. Не ходите. Если идти, скажи, я позову священника, чтобы он пошел со мною. Или каких-то две сестры православных крепких. Если священник благословит. А нет, там делать нечего. Ты Библии-то и дома можешь читать. На нашем сайте зайди. У меня там насчитано «Златоуст», «Житие святых», «Добротолюбие», «Серафим Саровский». Я, Игнатий Брянщининов. Там 50 книг начитано, аудио. Даже считать не надо. Готовь обед-то сама. Считай. Потом поставь твердо, скажи, сейчас приближается рождественский пост. С мясом готовить не буду. Я кастрюлю, скажи, заварю. Все, ты мясо приноси, клади и тогда ешь. Все разогрето. Картошка будет, капуста будет. Мясо и не прикоснусь рукой, чтобы он понял, что у тебя твердая опора. А бить будет. Жизнь раньше кончится. Отмучилась, ушла. На это не надо смотреть. Вот персиянин там взяли одного. Ну, его казнить вначале. По пальцу рубит. Первый палец отрубили. Он говорит, Бог единый, славлю его. Второй. Во Христе два естества, Бог и человек. Аллилуйя. Ему третье. Слава Святой Троице. И он на все десять пальцев из Писания говорил, пока до головы дошли. Бог делает так, что и боли настоящей уже не будет. Я вот когда шел по тюрьмам там за Слово Божие, у меня Евангелие было. Ко мне-то отношение другое было. Ну, а заключенные, они бандиты, разбойники. Они слушались, каялись. Я все время говорил, мне бы туда не попасть, чтобы меня не арестовали. Как я попал бы туда. А Бог так взял меня за шиворот и туда. Конечно, тяжело было, трудно. У меня большое дело было. Все осталось здесь. Теперь новая жизнь. А сейчас вот, так вот. В прошлом году на нас напал Роспотребнадзор. Подали на нас. На нас в суд подали. А у них не вышло ничего. Ни копейки им не дали. А они не проигрывают никогда. А штрафы по полтора миллиона. И ничего не могли сделать. А мы теперь лагерь оставили. Я его расформировал на утро. Отдали деревне. Купили несколько домов. И нынче мы в домах были. И благодарим Бога, что Роспотребнадзор нас выдвинул. Мы бы сами-то не решились на это. А теперь отдельный пруд сделали. Купать все где. Они там запретили как бы. А мы отдельный выкопали. Совершенно отдельный. И там мелко. Дно хорошее. Никаких коряг нет. Ничего. Ну поработали, конечно, много. Много. Тем более смотрели сколько прудов. Надо научиться во всем, видите, хорошее. Ну и маленько с иронией на само себя смотри. Ну а кто я такой? А чего ради меня даже почитать и муж? Я и так виновата, сколько перед ним. Сама себе говори, не ему. А когда он пришел, слышишь, идет утри, лицо, говорит, слезы. И довольна. Плачет только на молитве о грехах своих. Кто я такая? Ты меня так возлюбил, Господи. Вот и все. А не от того, что он ушел или что-то побил. Все видимое, глазами видимое, это временно. А невидимое за этим что? Вечное. Господи, ради Тебя, Ты любовь моя, Господи. Ты меня обручил себе, Ты жених моей души. Скажи, Господи, ласковые слова. Вот давайте так будем по согласию с вами. Мы будем молиться, вас в молитве упоминать. А вы будете время от времени приходить, накопите вопросы какие-то есть. Вы нас поминайте, чтобы молитва была усилена, где двое или трое согласятся молиться. У нас занятия идут. Вы знаете, нет по скайпу. По скайпу я как-то заходила, но не получалось у нас, потому что там выбивают все время. Ну ничего, я вам сброшу. А вы потом смотрите, заходите. Сначала выйдите на него, чтобы он вас принял, Сергей Павлович. Вот у нас три раза в неделю, полтора часа. По часу занятия, полчаса я отвечаю на вопросы. И вы утешитесь. Надо будет поискать, как ролик назван, который вы не помните. Людмила Сидорова, Казань написано было. Ну вот, значит, я туда посмотрю. Но раз давно не было, у нас людей-то много, все время идут и идут люди. Нынче столько людей пришло, к Богу пришли, через наши беседы. Приезжали нынче даже, крещение принимали. Что-то выбило нас, да? Не слышно? А чуть не выбило нас тут. Звонили мне на телефон. А, вон как. Ну вот так, что можно сказать-то? Будем говорить только о Христе. А они, которые там, баптисты, пожелают с вами быть, вы скажите, давайте поговорим вот так вот, чтобы они были рядом, и, может, вопросы зададут или кто-то. Если они пожелают, вы только заранее мне напишите, дома я или нет. Когда скажу, можно заходить, тогда только звоните. А так у нас бывает тут народ, и я отрываюсь. Совместная молитва есть утрами, по скайпу тоже. У нас занятия постоянно идут, а воскресенье... У вас, получается, где-то... Вот у вас же, получается, на сколько часов отказания? От Москвы у нас 4 часа разница. От Москвы. Потому что где-то вот утренняя молитва у нас, получается, где-то в половине первого, что ли. Ну вот если у нас в 6 занятия... А у вас с Москвой сколько разница? Она... На час? С Москвой сколько у вас разница? У вас московское время, московское время. У вас московское? Ну, значит, 2 часа дня. У нас московское время. По-вашему, 2 часа, у нас 6 вечера. Вот и все. Вопросов больше нету? Я вам скину материалы, и сразу начнем молиться. Сразу же будем молиться. Вам Господь положит это на сердце. Ежедневно молиться. Примерно вот в это время где-то. И обязательно, чтобы были поклоны. На него не гляди. Иконам угрожает. Унеси все иконы куда-нибудь. Одну оставь себе. И тут старайся это прикрыть. Мы без икон, Бог слышит нас. А икона, она просто напоминает. Это же не Бог. Все, пока. С Богом. Сейчас я здесь скину вам материалы. До свидания. Вы встречаете. Радости. Все, давайте, вы встречаете. Богу славу. О! О!